МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Северо-запад России. Ленинградская область. Карельский перешег. Места здесь не особо приветливые. Почти дикие. Болотные топи, многочисленные озера, непреодолимые завалы из поваленного ветром и возрастом леса. Люди сюда не особо стремятся. Разве только редкие сборщики клюквы и любители экстремальной рыбалки. Некоторые из них, ссылаясь на очевидцев, рассказывают историю, которая случилась в 1982 году у озера Суходольское. На берегу сидела группа рыбаков, клев был активным. И многие уже могли похвастать неплохим уловом. И когда стало смеркаться, из леса появилось непонятное человекообразное лохматое существо и двинулось прямо на рыбаков. Несчастные от страха замерли на месте. А существо схватило садки с пойманной рыбой и тут же скрылось в чаще. С февраля 1989 года по март 1990-го неизвестного лохматого человека регулярно наблюдали на Карельском перешейке в узкой полосе от Ушкова до Матокса. Затем его видели под Сортовалой и под Приозерском. Следы загадочного существа попытались обнаружить исследователи. Но ничего не нашли, кроме пряди седых длинных волос. Лабораторный анализ показал, они не могут принадлежать ни человеку, ни какому-либо известному в Ленинградской области животному. В разных частях света его называют по-своему. На Памире Йети, в Европе Сноумен, снежный человек. В Америке Бигфут, большая нога. В Гималаях Мечкангми, грязный лохмач. А на Карельском перешейке это существо окрестили белым человеком. На самом деле он живет везде, то есть повсеместно. Это и даже пустыни, это предгорье, это дремучие леса, берега рек и озер, даже побережье морей. Сообщения о волосатых существах, полуобезьянах, полулюдях давно поступают то из России, то с Гималаев, то с Запада США. Что стоит за легендами о снежном человеке? Международное общество криптозоологов является объектом постоянных ядовитых насмешек представителей академической науки из-за странной деятельности этой организации. Криптозоология изучает необычных живых существ, о которых идет речь в легендах и мифах. Но чаще всего исследователи опираются на рассказы очевидцев. Короче говоря, члены общества верят в монстров. А допустить существование снежного человека, или как его еще называют йети, значит подвергать себя строкизму людей, напрочь лишенных романтической жилки. Совсем другого мнения те, кому реально довелось встретиться с таинственным монстром. Сколько раз мы сталкивались с подобными явлениями, чаще всего существо сначала предупреждает и пугает. Очень неприятное чувство, вот мне один раз пришлось с ним столкнуться, это его можно охарактеризовать как животный ужас. На самом деле никто точно не знает, что сулит встреча со снежным человеком. Он, скорее всего, несет в себе какую-то, не то что негативную какую-то силу, а обладает определенной энергией, которая плохо влияет на людей. Это произошло немногим более 10 лет назад в урочище остров Терехун под Малой Вишерой. Место здесь самое глухое в Новгородской области, но богатое ягодами и рыбой в многочисленных лесных омутах. Несколько подростков из деревни Поддубье как раз и отправились на один такой водоем, и вдруг на узкой тропе увидели след от босой ступни. Отпечаток был огромным, сантиметров 40 в длину. Объяснения этому феномену мальчишки не смогли найти. Через две недели решили в том же болоте поискать мороженку. И опять следы. Забыв про ягоды, подростки отправились по отпечаткам. И неожиданно наткнулись на четырех человекообразных существ. Двух больших и двух маленьких. Все четверо поросшие густой рыжей шерстью. Парни в страхе бросились бежать. Уже дома рассказали о лесных чудовищах, а вскоре об этом происшествии написали в местной газете. Автор публикации высмеял рассказ подростков. Но сама статья попалась на глаза московским криптозоологам. Они немедленно отправились в Малую Вишеру, а затем по маршруту указанному незадачливыми подростками. Исследователи были одержимы, поэтому их надежды на встречу с лесными монстрами оправдались. В лесах вокруг Малой Вишеры было несколько криптозоологических экспедиций. И в том числе достаточно успешной. Под успешным я подразумеваю, что участники успели увидеть некое существо. Вот двух-трехметровое, явно превышающее средний рост человека, животное. По мнению исследователей, которые наткнулись на человекообразное существо в лесу под Малой Вишерой, внешний его облик в точности совпадал с описанием другого лесного чудища, много лет назад напугавшего рыбаков в Ленинградской области и прозванного местными жителями «белым человеком». Криптозоологи убеждены, что йети – существа мигрирующие. В Новгородской области он встречается еще в Хвойнинском и Любытинском районах. Говорят, что йети видели на границе Эстонии и Псковской области. Но в последнее время исследователи ищут существо в лесах под Кировом и в Пермском крае. Нашли мы внешние признаки – это заломы на ветвях деревьев на высоте примерно 3 метра. Заломы, кстати, тоже интересные. Ветка не сломана, а такое впечатление, что как будто ее взяли вот так большим пальцем и вот сдавили так, верхняя часть коры треснула, и ветка сама согнулась. Прошли по лесу в направлении, куда могли предположить, что вот это существо могло уходить. Нашли следы на мху, сфотографировали. Следы очень большие. У меня от берца 44-го размера, и там еще от носка сантиметров 10 было. То есть такие нормальные, где-то 55-60 размер. А дальше произошло что-то непонятное и настораживающее. Группа исследователей разделилась. Николай Суботин двинулся по Азимуту на северо-восток, а двое его коллег на запад. Когда разошлись, расстояние между ними было около 200 метров, не более. И вдруг слышу, в лесу поет женщина. Поет что-то, слов не разобрать. Но мелодия красивая. Начинаю приближаться, звук удаляется. Останавливаюсь, звук приближается. Вот что меня в первый момент насторожило, он такое ощущение, что начинает вот так вот слева направо, как будто существо, которое сдает этот звук, двигается. И появилось ощущение, что меня заманивают. Я начал кричать своих товарищей. Они меня не слышат. В конце концов, следопыты откликнулись на призывы о помощи своего коллеги. Помог стартовый пистолет, вернее, выстрел из него. Как только исследователи встретились, пение прекратилось. Но появилось чувство неосознанной тревоги, переходящее в страх. Следопыты решили не испытывать дальше свою судьбу и вернулись на базу. А дома уже они узнали, что это было так называемое пение йети, следование за которым могло привести к самым непредсказуемым последствиям. Мы делаем вывод, что это существо обладает способностями гипноза. И играть с ним в кошки-мышки, пытаться ловить его, охотиться за ним в лесу, можно с такой же вероятностью, с такой же пользой, как слепой боксер может боксировать со зрячим. Именно такой, приписываемый снежному человеку невероятной способностью воздействовать на сознание людей, исследователи пытаются объяснить тот факт, что феномен йети практически не изучен. Реальных доказательств существования лесного чудища на сегодняшний день просто не существует. Есть лишь несколько некачественных фотографий и видеозаписей, только предполагающих, но не доказывающих его существование. Ну, то, что его не могут заснять, это извечная тема, извечная проблема и самый, как бы, такой сложный момент в исследовании снежного человека, потому что даже когда его снимали на старенькие фотоаппараты, из этих съемок ничего не получалось. Или получалось размазанное пятно, которое ни один эксперт не мог признать как достоверный факт. Но некоторые исследователи считают, что это происходит из-за того, что у этого существа есть огромное, вокруг него существует огромное поле, как бы защитное поле энергетическое, которое мешает вообще любой съемке. Некоторые ученые считают, что йети может заставить испытать сильный страх, либо вообще сделать так, чтобы никто его не замечал. Но иногда человеку все-таки удавалось перехитрить это неуловимое лесное чудище. В октябре 1967 года молодые биологи Роджер Паттерсон и Боб Гимлин получили информацию о том, что в лесополосе на плоскогорье Северной Калифорнии, рядом с границей штата Орегон, обнаружены огромные следы, похожие на человеческие. Ученые продвигались верхом по каменистому берегу реки. Внезапно лошади с громким ржанием встали на дыбы и, сбросив ездоков, умчались прочь. Причиной необычного поведения животных было волосатое человекообразное существо с явными признаками женского пола, стоявшее в ста метрах от них. Дикая женщина, оглядываясь, стала быстро уходить вглубь леса. Паттерсон выхватил из сумки кинокамеру и бросился за ней, снимая на ходу. Погоня длилась несколько минут, пока, оглянувшись в последний раз, существо не исчезло в непроходимых зарослях. Так были сняты единственные в мире кинокадры, на которых запечатлена одна из самых таинственных загадок планеты – снежный человек. Правда, скептики раскритиковали пленку, назвав сюжет хорошей постановкой. Тем не менее, специалисты в сфере кинематографии не смогли доказать, что фильм – подделка. За десятилетия, которые прошли с момента съемки этой сенсационной видеозаписи, было сделано около десятка, может быть, даже больше самых различных экспертиз, среди которых я не нашел ни одной, которая поставила бы крест на подлинность. При этом значительная часть антропологов и биологов склонна считать, что на самом деле снежного человека не существует вовсе. Ведь даже самая незначительная по численности популяция, тем более таких далеко не маленьких животных, не может остаться незамеченной. Обязательно должны были бы остаться следы жизнедеятельности или, например, останки умерших представителей. О существовании снежного человека писал еще великий ученый Карл Линей, создавший единую систему классификации животного и растительного мира. Он описал Йети как очень большое и быстрое существо, которое способно на двух ногах обогнать лошадь. Карл Линей дал ему название хомотроглодитас – человек пещерный. На самом деле история снежного человека, она уходит в глубокую древность. Будем называть его снежный человек, так по привычке уже, как все привыкли к этому делу. И впервые он виден на скальных рисунках и на сахарских даже фресках, с одной стороны, и на севере нашей страны, в Карелии, каких-то рисунках, уцелевших на скалах в Карелии, относящихся к первому, второму, третьему тысячелетиям до нашей эры. То есть там уже есть волосатые, мохнатые люди. Страхи, ужасы, сопровождающие встречи человека с Йети, описываются с древнейших времен, когда мифология только формировалась. Тогда в нее и вошел снежный человек в образе лохматого лесного царя Пана. Отсюда берут свое начало выражение панический страх и панический ужас. Существа, похожие на снежного человека, есть в преданиях всех народов. В Азии это огромные дэвы, косматые демоны горных перевалов. В Западной Европе сатиры, фавны. У славянских народов это большак, черт, леший, огромный, обросший шерстью с длинными руками и сверкающими глазами. Охотники никогда не ставили избушек и не располагались на ночлег рядом с тропой, где ходит леший. Он всеядный, но предпочитает растительную пищу, очень любит яблоки. Писатель Владимир Солоухин отмечал, что на его родине, во Владимирской губернии, дикие яблони называют лешовками. Считалось, что хозяин леса выращивает их для себя. У этого существа есть очень много названий, я насчитал около полусотни. Но самое часто встречающееся, причем на разных языках, слово это хозяин, хозяин леса. Леший может неожиданно появляться и неожиданно исчезать. Может притвориться пнем или деревом. Недаром издавна его называют чертом, нечистой силой. Человеческой речью леший не владеет. То ворчит, то воет. Один из характерных звуков, который он издает, – свист. Иногда такой силы, что невозможно устоять. Люди затыкают уши, сгибаются в три погибели. И есть такие описания, просто сохранились предания. И о том, что вообще русские воины использовали его и в боях против половцев на огромной цепи. И что снежный человек – это тот самый соловий-разбойник, который на самом деле вовсе не соловей, не птица, а соловий от слова «соловой». Это от крас, цвет шерсти снежного человека, палевой. Как говорят многие свидетели, именно такой окрас и у самцов, и у самок снежного человека, этих реликтов гоминоидов, которых встречают по территории России практически везде, во всех областях нашей страны. Интересный факт. Советский Союз был единственной страной в мире, где проблема поиска йети рассматривалась на самом высоком государственном уровне. В 1957 году в Москве состоялось заседание Президиума Академии Наук СССР. В повестке дня значился единственный пункт – о снежном человеке. А уже в следующем году была создана комиссия по изучению этого вопроса. В составе комиссии были известные ученые. Геолог, член-корреспондент Сергей Обручев. Антрополог Михаил Несторх. Нобелевский лауреат, академик Игорь Тамм. Рабочая гипотеза, которой руководствовалась комиссия, сводилась к тому, что снежный человек – это доживший до наших дней примат из деградировавшей ветви неандертальцев. Деятельность комиссии вскоре была свернута, но результаты ее работы аннулировать не стали. И в дальнейшем накопленные материалы публиковались в официальных справочниках Академии. Существует версия, что это та самая ветвь неандертальцев, которая достигла больших размеров, которая нашла отражение в эпосах и в легендах разных народов под видом гигантов, различных гулливеров, циклопов и так далее, крупных людей. Замечено, что снежный человек способен к телепатическому общению с людьми. Один из членов экспедиции по поискам человекообразного существа вспоминает. Мы шли вдоль русла небольшого ручья. Вдруг одновременно почувствовали на себе чье-то невидимое, но очень сильное воздействие. У всех разом заболела голова. Но не так, как бывает, когда человек не выспится или простынет. Ощущение походило на прощупывание мозга каким-то сканирующим устройством. Значит, где-то рядом снежный человек. И действительно, в 150 метрах от группы из-за деревьев выступили два черных силуэта. Не спеша перешли просеку и скрылись в лесу. Конечно, то, что это существо обладает такой развитой мозговой деятельностью, говорит не в пользу того, что они родственники неандертальцев. Потому что те, конечно, не дотягивали до человека по многим параметрам и поэтому, в общем-то, исчезли в конкуренции с кроманьонцами, по одной из версий. Но кто может точно сказать, сколько типов человечества было до нас? Существуют какие-то альтернативные виды человека, которые существовали, как сейчас выясняется эта гипотеза, пробивает себе дорогу в науку, что существовали, конечно, другие типы человечества. Я предполагаю, что не только есть интеллект, но я думаю, что есть и определенная социальная какая-то адаптация. И, возможно, даже все больше и больше убеждаю, что, возможно, это существа даже как бы не нашего мира. Потому что чаще всего их наблюдают вот именно в тех местах, где происходят какие-то или аномальные явления, или происходят какие-то хромомиражи. Ну, в общем, появляются именно там, где возникает какая-то аномалия. Такое впечатление, что они как бы охраняют те места, куда человек попадать не может. Среди собранных исследователями материалов о снежном человеке есть и такие, которые свидетельствуют о том, что лесное чудище может пойти и на крайние меры, охраняя ареал своего обитания. Летом 1998 года на Кольском полуострове в лесу недалеко от сей дозера погибли четверо молодых парней. Трое лежали недалеко друг от друга. Четвертый всего 200 метров не добежал до поселка. Никаких признаков насилия на телах погибших не было. Если не считать того, что на лицах всех четверых застыло выражение ужаса, а недалеко отпечатались следы огромных ступней, похожих на человеческие. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Все знали, парни чем-то сильно не понравились хозяину. Так издавна местные жители Саамы называют снежного человека. Как выяснилось, отцы как минимум двух из них участвовали в облаве против снежного человека. Существо было ранено. Оно хоть и ушло, но явно находилось не в духе такой встречи с людьми. И я, хотя и не оправдываю, но тем не менее догадываюсь, где-то вот понимаю реакцию этого существа, которое в течение месяца явно вынашивало такую вот месть. И хотя оно не поймало самих виновников, но, видимо, отыгралось на ближайших родственниках. Но каким образом ужас может убить людей? Ученые, изучающие влияние волновых колебаний на организм человека, считают, что электромагнитные излучения определенной частоты могут не только вызвать панический ужас, но и погрузить в состояние, когда мозг перестает командовать жизненно важными органами. И тогда сердце просто останавливается. Реликтовый гуманоид, посылающий лучи смерти? Но если подумать, ничего сверхъестественного тут нет. Человек, как и любое другое млекопитающее, это одновременно приемник и передатчик электромагнитных волн различной частоты. Такими свойствами, как телепатия, сугестия, ясновидение, обладаем в той или иной степени и мы. Но для снежного человека эти таинственные явления человеческой психики – повседневная форма существования. Несмотря на то, что по многим признакам снежный человек – животное, многие склонны считать его объектом не биологической, а аномальной природы, таким же, как НЛО или полтергейст. Поэтому существует гипотеза, что снежный человек – гость из другого измерения. Не зря все-таки наши предки считали его нечистой силой. Возможно, это существо живет не в нашем, а в каком-то ином, параллельном, прошлом, будущем, пространстве, времени. Не подстрелить, не догнать, не поймать, не связать. Это существо может быть реально и существующее. Пока что никому не удалось. До сих пор нет единого мнения о происхождении снежного человека. Более того, до сих пор нет согласия среди ученых по факту его существования вообще. Даже несмотря на то, что криптозоологи собрали немало сведений об этом существе. Исследователи знают, как оно выглядит, как двигается, что ест, как ведет себя по отношению к человеку. Но чем больше информации о Йете, тем больше возникает вопросов. Тем яснее становится, что это существо не похоже ни на какое другое. Что оно окутано необъяснимой пока для нас тайной. Непонятно, почему снежный человек не оставляет следов существования. Непонятно, почему не идет на контакт. Наверное, просто он не хочет идти на контакт только потому, что он решил, что человечество достаточно созрело для этого. Мы немножко рано родились. Мы должны дотянуть еще до того момента, как эти люди, а может быть и какие-то другие существа, выйдут с нами на контакт. В ближайшие годы мы вряд ли узнаем, что же такое снежный человек или Йети на самом деле. Современный уровень развития науки не позволяет раскрыть эту тайну. Остается лишь согласиться со словами Шекспира, вложенными в уста Гамлета. Есть многое на свете друг Горацию, что и не снилось нашим мудрецам. Редактор субтитров А.Семкин